Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 62. Ночитываем Новый Завет. Толкование Блаженного Феофилакта с комментариями. Галатам 4 глава 8 стих. Ну тогда, не знав Бога, вы служили идолам, богам, которые в существе не боги. Толкование Блаженного Феофилакта. Здесь обращают сонку веровавшим из язычников, показывая, что в соблюдении дней есть идолослужение, и что они более чем прежде погрешают. Прежде говорит, они, так, он, вы хотя бы не знали Бога, так как жили во тьме и заблуждениях, и вследствие этого служили солнце и луне, которые по природе не боги. А теперь, после познания истины, если бы вы стали наблюдать дни, это было бы ничем иным, как служением стихиям. Стихиям. Нечестие еще худшее. Галатам 4.9. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам, и хотите еще снова поработить себя им? Толкование. Ну, теперь, говорит он, вы познали Бога. Впрочем, скорее, не вы своим трудом обрели и узнали Бога, так как вы совершенно не искали, но Он нашел вас, живших во тьме, и принял. Ибо получили познание, сказанное вместо «принятый от Бога». Как же после этого вы снова обращаетесь к бедным и немощным началам, то есть не имеющим никакой силы получения обетованных благ, и не могущим принести пользу духовной? А вместе Он называет их бедными и немощными, потому что они лишены ума, чувства и жизни. Хотя бы это и не понравилось Эллином. Итак, лжеапостолы в качестве защитников закона водили соблюдение дней, а он очень мудро называет это дело идолослужением, которое и сам закон запрещает. Так что те, которые учили этому, являлись даже противниками закона. Галатам 4.10 Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы толкования. Отсюда видно, что лжеапостолы проповедовали не только обрезание, но и соблюдение праздников и новомесячей. Галатам 4.11 Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Толкование. Смотри, какое чувствительное сердце. Они колеблются, а Павел страшится. Выражение, не напрасно ли, показывает, что они были еще целы и не потерпели еще полного крушения. И он подает им надежду, что если они пожелают одуматься, то не напрасно затрачен был на них труд. Он как бы говорит им, вспомните мои усилия для вас и не делайте тщетными мои труды. Галатам 4.12 Провошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Толкование. К верующим из иудеев он говорит так, подражайте мне. И я ведь был очень привержен к закону, как вы. Но оставил его и теперь подвязать за Христа и веру. Так таковы и вы будьте. Прекрасно высказал он это в заключение. Ибо люди скорее привлекаются сродными примерами, чем рассуждениями. После сильных упреков он опять обнаруживает кротость. Жестокое полицание так же ведь не приносит пользы, как и крайняя снисходительность. Посему он называет их братьями, напоминая вместе с тем о благодати крещения, по которой все мы стали братьями, как рожденные от единого Отца, Бога. Оправдывается и в высказанных укоризнах, именно что они произошли не по ненависти. Ведь вы не причинили мне никакой несправедливости, чтобы я стал относиться к вам враждебно. Но гораздо более вы оказали даже мне бесчисленные знаки почтения и расположения. Как же после этого я мог бы говорить это по ненависти? Но говорю без сомнения из попечения о вас, из сильной признательности к вам. Галатам 4, 13-14 Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса. Вы знаете, говорит Он, что при телесной немощи, то есть посреди преследований и опасностей, я благовествовал вам. И вы, однако, не отвратились от меня. Эти испытания мои, то есть преследования, раны и тому подобное, не привели вас в соблазн и не заставили презирать и гнушаться мной. Вот здесь говорят, что приняли, как Ангела Божия, ой, гуру, гуру, как Христа Иисуса, ой, гуру, гуруизм, водостарчица. То есть сегодня священники, как они совершенно неразумные, не понимают, писания совершенно не знают. Ну, Павел говорит, вы меня приняли, как Ангела Божия, сделал сравнение. И что в этом? Они перестали верить во Христа, приняли, как Христа Иисуса. Да это все притча, не притча даже, а это реально. 25-я Матфея говорит, посетили больного, посетили меня. Даже говорить нельзя сегодня, только грешный, супергрешный. Тогда над ним можно, что хочешь, выкабуривать. Дальше. А вместе с тем, незаметным образом, и пристыжает их, показывая, сколько он вытерпел ради них от противников. Вот так, говорит он, почтили меня, как будто я был более чем человек. Не странно ли в то время, когда я подвергался преследованиям и был гоним, принимать меня, как Ангела и Христа, и не соблазняться. Теперь же, когда я советую должное, считать меня за врага, и не принимать. Галатам 4.15 Как вы были блаженны, свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне толкование. В недоумении и изумлении он говорит, что стало с вашим прежним блаженством. То есть, куда подевалось все то, за что вас все облажали, как приверженных к учителю. Что оно теперь? Во что превратилось прежнее облажение ваше? Теперь я не вижу этого, так как вы враждебно настроены ко мне. Прежде за мою проповедь вы считали меня дороже даже собственных глаз. Что же теперь случилось, что вы подозреваете меня, как врага? Странно ведь, чтобы тот, которого вы так почтили, стал говорить вам это с враждебной мыслью. Ну, задумайтесь об этом. Почему вот эти места Писания вообще не употребляются нигде? Но это нереально. В отношении Павла были хорошие отношения и вдруг изменились. А почему? А люди прошли, которые считались верующими, священниками. И вот они теперь на Павла договорились так, что они стали им пренебрегать. Вот сегодня точно такое же. А почему я говорю, конкретно я говорю? Потому что по мне это прошлось. Вот сегодня считаем, утром, каждое утром мы считаем псалтырь на русском языке. Я смотрю, 68-й псалом считали. Мне кажется, вот, ну иногда что-то писать надо, дорогой едут. А как писать-то? Ну человек наклоняется, ему на спину кладут бумагу и пишут. Вот мне кажется, Давид писал, я наклонившись стоял или вот так, а он на мне положил и писал на мне. Потому что по мне это все прошлось. Какое бы место ни считал, 68-й псалом, как будто он про меня написан. Как гонить или как кривещут, как эти воды увлекают, стоять едва-едва можно. Потому что человек, который ничего не пережил, у него пустота в жизни. И он теперь вот рыскает по эфиру, ищет где-то на кого-то напасть. Я не один напал, а там еще и называю кодло. То есть куча бродящих собак нападает. Но вы же награду создаете человеку-то. Такое было с Давидом, такое было с Павлом. Даже 40 одновременно заклялись ни пить и ни есть. Ты думай о том, как сделать лучше, доходчивее, чтобы из самого малого извлечь пользу. Вот все знают, что Библия одна. А сколько разных сект под разными названиями, динаминации, конфессии, то есть ереси. Они скрылись под этими словами. А ты какой конфессии? Ты должен спрашивать, ты какой ереси? Это еретик. Православный всегда подписывается, православная христианка. А этот просто христианин. То есть он скрывается. Христианин это сегодня пустой звук, вводящий других в заблуждение, говорит Иоанн Златоустый. Оттолкование, оттолкование уже сужает этот круг. И спрошу от каждого, как вы оттолкование узнали? Как? Подумай, как ты их жаждал или нет? Если жаждал, у тебя это будет. Если ты послан Христом, ты не просто удочку бросишь, а поймаешь рыбу и в ней найдешь деньги. Но где-то еще можно договориться. Вот пошел, пошли ученики, говорит, осла там привязанного отвяжите. Тут можно договориться, некоторые говорят. Заранее договорился, а теперь посылает, как будто не знали они. Ну не знали. Это можно поделать. Но как можно договориться с рыбой, чтобы в рыбе была монета такого достоинства? Два статира. Это нельзя. Бросила она, та рыба, а где она копейку-то нашла? Она где-то ее сглотнула, какой-то рыбак уронил, там раздевался, как Петр. И вот так я искал толкование. И мне в то время, это 63-й год, мне всего 24-й год идет, я жаждал истинной толкования. Везде секты. Второй год, как я уверовал, одни еретики вокруг. Истины православного так я и не нашел ни одного. Ну где толкование? И вдруг у нас неполадка с кораблем. И нам надо из Латвии, из города Венсполса, переплывать в Литву, в город Клайпеда. Там ремонтная база. И сопровождать всем не надо, там нужен только один матрос, там где-то что-то засыпить, притащить, сделать. И почему-то меня начальник избирает, капитан меня, именно меня. Я еще ничего не знаю, внутри я подумал, вот мотаться теперь. Как раз случилось там буря, потащило корабль неизвестно куда. И никогда так спать не хотел, как на всю жизнь запомнил. Стоишь, особенно где-то с двух до шести. Десять дней бы я дежурил, только стоять. Надо смотреть компаником, а компас называется, аксиометр, чтобы две стрелки совпадали. А мотает налево-направо, поднимет да опустит там этажа три. Волны идут такие. И вот прибыли туда, ну и что там делать-то? Пошел по городу. Я еще не знаю, как Бог ведет. Я просто говорю, почему любовь появляется. А жажда у меня, как бы узнать толкование. Встречается дедушка, я его спрашиваю. Ну дед, видно, крепкий, сильный, с бородой, а он работает на стройке. Я с ним поговорил, а он без поповест, поморцы, поморского согласия, старобрядцы. Он меня к себе пригласил. Я очень осторожный, стараюсь чужие дома никогда не заходить. А тут я согласился. Вот такая кладистая борода, сам такой румяный. Что-то меня тронуло. Разговорились, он строитель, я строитель. Ну и пришел. А у него две девушки, 16-17 лет. Красавицы. Я любил косы, а у них косы, там, не знаю, в руку толщиной-то. И он мне дал книгу, дорогой разговаривали. Он говорит, есть толкование такое, блаженный фефилакт? Блаженный, не знаю. И он мне достал четверо Евангелия. Вон он у меня стоит сейчас здесь. Где-то там, где-то с края. Вон крайняя там, и там два их стояло. А второе где? Посмотри. Их два. Вон рядом второй, самое крайнее у стенки. Да-да, еще дальше его. Это можешь даже дать, показать. Я покажу, а ты снимешь. И второй приготовь вытащить. Вот, Никита, протяни руку. Вот он достает мне вот такого. Но не такая, конечно, она была. Вот смотри. Благовестие, толкование на святых, на святые Евангелия блаженным фефилактом, архиепископом болгарским. Вот оно как. А мне на корабле надо начать. Я не могу уйти никуда. Там дают, когда увольнительную, пропуск. Пройти мне нужно в порту, выйти на городскую территорию. Это вот теперь, это лично моя. С Австралии я получил. От архиепископа, кажется. Но оно издано так, что вот. Какая вот здесь? Какой стих? Ничего не видно. Ну какой стих? Видите как? Ну написано-то как. Ну чего сравнивать-то? Не, ну не видно. Ну а уже курсивом написано. Вот нигде не написано. Какой стих? Открыл и не знаешь где. Но мне это уже тогда было не об этом думать. Какая глава только раз написана. И я начинаю конспектировать. В отдельную комнату он меня посадил. И девушки пройдут. То одна пройдет, то вторая. Ну 24 года парню. Не больной какой-то. Если я на море, то ясное дело, что нормальный человек. Я записываю, записываю. Как сейчас помню. Следующий день прибежал далее. И законспектировал Матфея до 24 главы. Я никого не помню. Даже спроси обедал или нет. Не знаю. И вот все корабль отремонтировали. Уходить надо. Дальше никак нельзя. Но в голове это. Конечно он мне не дал незнакомому человеку. Книга одна может на весь город. И теперь я ищу. Господи. Ну как бы мне это найти? Теперь второй, который там рядом ободранный. Дай-ка. Вот. И проходит время. Я через Волгоград. Там работаю на стройке. Перехожу в Пензу. Оттуда переезжаю в Новосибирск. И опять у старобрядцев. И тогда уже попадает в руки Новый Завет. Вот он весь. Вот он какой. Примерно вот такой же год издания. Вот. Новый Завет. Блаженов и Филакта. Архипископа Олгарского. Толкование. Тут даже она дарственная как бы написана. На память любезному. Кому-то сватвы или кому-то Николаю. Какой-то год. Какой год здесь, Никита? Тут не год. Что-то непонятно. Это не год? 92.01. Что это за год? А у вас здесь не написано, какое год издание? Нет. И здесь тоже нету, да? Нет. И здесь нету. Ну, это уже текст пошел, редакция, это не то. Вот так. И вот теперь я получаю Новосибирский у старобрядцев. То заканчиваю конспектировать. И вот это вот. Вот это вот вместе с евреями. Это сколько страниц здесь? 1020. Больше тысячи страниц. Книга какая. Ну, ясно, что старая она тут переплет. Но она хорошая. И я ее конспектирую от руки. Потом перепечатываю ее, размножая 7 экземпляров. И вот по этому конспекту, теперь это конспект, веду занятия в университетах, в школах. Как я мог бы не знать, но все время я понимал, надо как-то улучшить, лучше сделать. Как? Наконец, Господь позволяет мне все это из интернета достать. И сдать первое издание. Нового Завета с откровением. Откровения здесь нету. Откровения по всем святым отцам, Геннадием Фастом собранное. Как я мог бы это не знать? Наконец, издаю и с иллюстрациями. Около 104 репродукции Гюстава Дарея. Черно-белая. И тысячи экземпляров разошлось. Переиздаю второе издание, но задумал издать, чтобы фотографии эти, литографии, его, как сказать, гравюры, светными сделать. Ну, кто этим будет занимать? А теперь покажи, вот они где. Открой где. Ну, вот она. Держи там, где твоя, чтобы ты не потерял. Посмотрите, как сделано. Сравнивать даже не с чем. И теперь уже не 104, а 230 полное. И 10 из классики. Из классики это на... Ну, я комментарии здесь даю. И как бы для комментариев изданное. Вот здесь Христа распинают. Ну, а далее... Где-то тут еще показать. Где тут последнее? Там вот оно где. Вот Иван Грозный убивает сына. Вот пострижение идет. И все это цветным сделать. Это Господь делает так. И, наконец, издаем. И это вот сейчас трехтомник по 752 странице ровно. С комментариями. С закладками. С округлением корешка. Даже столько глянуть только. И то, чего стоит. Вот как не знать. Я к тому говорю, что когда ты ревнуешь, желаешь... Я именно желал. И Бог это дал. А теперь, пожалуйста, даже все еще есть. Люди выписывают. Это сейчас только в Данию ушло. В Испании получили. То есть, буквально все здесь наше. А как издано, то вот и открываешь. Посмотри, Володя. Вот. Которые места надо выделить. Я их вот выделяю. Вот так. Жирно. Вот. На каждом стихе указано, какой стих, какая глава. Который стих жирным курсивом. Комментарий, который я даю, другим шрифтом. Отчеркнутое. Вот оно. Куда ни глянь только. Ну, что тут говорить. Больше года ушло, несколько человек раскрашивали. Открывай нужное место. Я к тому говорю, когда ревнуешь, Бог дает. А не то, что вот вы память у вас хорошая. Да, конечно, память. Может, наследственного. Отца моего, Тихона Дмитриевича. Феноменальнейшая была память. Он знал 30 лет назад, когда что было, кто сказал, называл по именам, где это было. А уж про скотину, он тысячу овечек знал. Какая, когда гулялась, когда катится, когда корова, щья. Он как по книжке читал. Ну, и, конечно, на память я теперь знаю, что больше всего влияет. Это связь с женщинами. Блудом проедает мозги. И компьютерные игры. А если этого нет, то как-то сохраняется. И в старости сочные, свежие, плодовитые будут. Это я попутно хотел сказать. Почему, когда говорят сейчас новые переводы, ни под каким видом не приемлю ни одной буквы. Только синодальный перевод. 1876 года. Мы думали, как раскрасить. Я ходил по галереям, по книжним, по выставкам. С художниками уже договаривался, чтобы как Гюстам и Дареги замазать белым, а потом раскрасить. Эта работа вообще не выносима. А вот, наконец, нашелся человек, Евгений Клейменов. Показал программу эту, дал. И тут мы начали работать. Кто стучит, тому Бог отворит. И тогда уже поэтому вел занятия, где приходилось вести. Идем дальше. Как будто вот все это на мне рисовали на спине у меня. Вот так я держу, они положили и раскрашивают. На мне положили, пишут. На мне печатают. То есть остались трубцы, раны, полосы. Тогда оно у тебя запоминается. А не просто прочитал и запомнил. Не просто прочитал. Я считаю поэтов, я знаю их биографии. Где они были, как. Почему Константин Бальман, его даже не знают кто. А я считаю, именно мне Бог дал чем-то, как бы, похоже такой. Легкость изложения и на самые разнообразные темы. Самый, может, меньше всего духовного, это у Пушкина. А самый духовный, могу сказать, Семен Яковлевич Натсон. 24 года всего жил. Поехали. Поехали, да? Так. Зачем переспрашиваешь? Я же сказал. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Толкование. Так, ты до конца-то считал? А теперь я не вижу этого. Вот где закончилось. Теперь я не вижу этого повыше. Возьми. Чуть-чуть повыше. Да какой там? 16. У меня вот тут закладка была. Ну хорошо. На какой стих? У меня на 16, вот у меня закладка этой страницы была. Потому что ты невнимательный, безразлично слушал. Я вижу так, глазами. А вы показываете мне... Держи. А вы не показываете 15 стих. Не можешь найти. Теперь я не вижу этого. Находи где после 15 стиха. Доказывать нечего, потерял. Нет, у меня закладка вот здесь лежала сюда. Ну считай, время идет. Так я читаю, вы не перебивайте. Давай. 4.16. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Толкование. Другой причины вражды, говорит он, я не знаю, кроме того, что высказал вам истину и обличил заблуждающихся... Да, подожди минутку. Я тебе говорю, вот откуда надо начинать. Ты опять ниже опустился. Вот куплет-то не прочитали. Оговариваешься, а в самом деле стоишь на месте. Я не оговариваюсь. 4.15. Никита, ну перестань. Теперь я не вижу этого. За 15-м. Я прочитаю, хорошо. Теперь я не вижу этого. Так как вы враждебно настроены ко мне. Прежде за мою проповедь вы считали меня даже дороже собственных глаз. Что же теперь случилось, что вы подозреваете меня как врага? Странно ведь, чтобы тот, которого вы так почтили, стал говорить вам это с враждебной мыслью. Галатам 4.16. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Толкование. Другой причины вражды, говорит он, я не знаю, кроме того, что высказал вам истину и обличил заблуждающихся относительно догматов. Но за это вы скорее должны еще более полюбить меня, как исполнившего долг попечителя. Галатам 4.17. Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Толкование. Ревность дело похвальное, когда кто подражает добродетели другого. Но она делается дурной, когда кто-нибудь стремится удалить добродетельного от совершенства. И эти стараются исключить вас, то есть лишить более совершенного состояния и видения во Христе, и ввергнуть в менее совершенное, которое заключается в законе. Чтобы вы почитали их учителями, ревновали, подражали им, как ученики. А я желал, чтобы вы были руководителями к совершенству и для них, и для всех. Так и было, когда я был у вас. На это же самое он указывает и ниже. Галатам 4.18. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Толкование. Не видишь ли, он намекает на то, что они соревновали всем совершенствием, когда находился Павел у них. А также дает разуметь и то, что его отсутствие породило это зло. Прекрасно было бы, говорит он, поэтому, когда бы не только в присутствии учителя, но и в его отсутствии ученики мыслили должное. Галатам 4.19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится восхристос. Толкование. Подражает матери, трепещущей за детей своих. Вы, говорит он, извратили образ Христов, который вы имели в себе от крещения, и требуете нового возрождения и воссоздания. Дебы опять явился в вас образ Христов и отпечатлелся на вас его характер. Сегодня этого нельзя сказать, потому что в крещении ничего не отпечаталось. Пришел, деньги заплатил, мокрой ладошкой ушел. Мы не понимаем, что ему все извращено. Вся жизнь, весь путь покривлен, как святые говорят. Опять нахожусь в муках рождения. Снова возрождаю вас посредством учения. Но не отчаиваюсь. Посему и называю вас детьми, чтобы и вы не теряли надежды. А это против навитян. Павел Галатов возрождает и обновляет. А они, но в отяне, не принимают исправления посредством покаяния. Галатам 4.20 Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Толкование. Я не удовлетворяюсь письмами, но желал бы быть с вами и изменить мой голос, то есть обратить его в сетование и плачь. Я недоумеваю, что сказать о вас, каким образом вы, которые настолько возвысились, что подвергались даже опасностям за веру и совершали знамение через нее. Теперь удаляйтесь к подсказанной немощи. Поэтому я желал бы в вашем присутствии сетовать о вас. Ибо когда находился в затрудительных обстоятельствах, то обыкновенно предавался слезам. Галатам 4.21 Скажите мне вы, желающий быть под законом, разве вы не слушаете закона? Толкование. После того, как уже достаточно смягчил их и привлек себе, он снова вступает в препирательство, указывая на то, что и сам закон не желает, чтобы его соблюдали. Отвечайте, говорит мне. Прекрасно так же сказал желающий, потому что такое положение зависело не от требований вещей, но от неуместной их страсти к спорам. Пожалуйста, вот возьми это, никогда не спорь, никогда не оговаривайся. Сказали, сделал тихо, спокойно. Вот самооправдание ведет к тому, что у человека стагнация, то есть гниение начинается в душе. Он ничего не принимает. Маленькое замещание, не так, и ты сразу сравнил, да, сделали замещание, а у меня все-таки правильно, слава Богу, про себя. А тут, говорят, даже записываем, и все равно оговорка, оговорка, это супер нехорошо. Это значит засохнет человек, дальше движением у него никакого не будет. И тебя никто не будет слушать, с тобой будут спорить. Высушил? Не бойся, говорит, слово тебя не разорвет изнутри. Вперед. А законом он называет книгу бытия, так как у него в обычае весь ветхий завет называть законом. Галатам 4.22. Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Толкование. Выше он сказал, что вы дети Авраама. Но так как не одинаково достоинства были сыновья патриарха, но один был от рабыни, а другой от свободной, то теперь он показывает, что вы не только дети, но и таковы, каков был свободный и благородный. Так облагородила вас вера. Галатам 4.23. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. Толкование. Так как его слова, что они сыны Авраама, казались невероятными, дети ли в самом деле Авраама те, которые не родились от него по плоти? То Павел говорит, что и Исаак, собственный сын Авраама, не по плоти родился от него. Да и как это могло быть, когда естество омертвело? Но слово Божие и обетование образовало его. А Измаил родился по естественному порядку. Именно это и означает выражение по плоти. Но при всем том, рожденный по плоти, есть раб и чужд наследия. А рожденный не по плоти, господин и наследник. Что же препятствует и вам, хотя вы и не родились по плоти от Авраама, быть его сынами? И вы ведь через произнесение слов при купеле получили новый образ бытия. Галатам 4.24. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, в которой есть Агарь, толкование. То есть история сия не только повествует об этом, но указывает и на нечто другое. Поэтому и называется аллегорией. То было образом настоящего. Галатам 4.25. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Толкование. Кто бы мог об этом подумать? Но обыкновенный Агарь что? От горы Синайской, рождающей в рабстве, в которой есть Агарь. Гора Агарь. Агарь означает гору Синай раз. Соответствует нынешнему Иерусалиму 2. И теперь оказывается она и в рабстве. Вот тебе считать 4 переклада делает. Да как это можно додуматься было? Но теперь приходится соглашаться. Выхода-то нету. И дальше. Полкование. Это два завета. Какие же? Две жены эти представляют аллегорически новые и ветхие заветы. Каким образом? Агарь и ветхий завет. Ибо закон Идан был с горы Синай. А Синай находится в Аравии. И на арабском языке называется Агарь. Соответствует же и Иерусалиму. То есть находится в соседстве. Соприкасается. И ее подавляется Дольнему Иерусалиму. Сравнивается с ним. Переносится на он и так как есть сходство между обоими. Как Агарь была рабой и рождала в рабство. Так и закон данный с горы Синайской. Которая называется Агарь. И уподобляется Иерусалиму. Рождает в рабство тех, которые держатся его. Ибо в законе много несвободного и рабского. Потому что и добродетель обосновывалась на тленной награде. На земных, говорю, благах. И удаление от зла внушалось наказанием и страхом. Все. Сверху, шесть, десять, три. Перенес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова